Приглушенный свет особым образом подчеркивает умиротворенную обстановку. Около 50 экспонатов, а также декорации, отрывки из стихов, фотографии призваны погрузить посетителя в многообразный мир русской усадьбы. Историки, культуровки стали понимать роль этого уникального культурного феномена. И, естественно, люди, которые проживали в русских усадьбах, водили русскими усадьбами, они как-то питались, как-то играли в какие-то игры, занимались какими-то увлечениями. И все это здесь представлено. Создатели выставки попытались донести до зрителей идею, что русская усадьба – это особый мир с множеством традиций и реликвий, семейными историями и преданиями. И немалую роль в создании этого мира отводилась вещам, которые окружали жителей усадьбы. Кавайский фарфоровый завод. Вот на таких сервировочных приборах, вот в быту, водительцы усадеб обедали, завтракали, или когда принимали гостей, но не официальный парадный прием, а вот такой обычный бытовой. В прошлом году мы нашли на сайте одного антикварного музея вазу в таком совершенно идеальном состоянии. И чтобы ее приобрести, дирекция выделила деньги, и мы быстро ее приобрели. Идея выставки родилась больше двух лет назад, но процесс создания экспозиции стал настоящим творческим экспериментом, в ходе которого первоначальная концепция, где планировалось рассказать только об азартных играх, перерабатывалась и дополнялась. У нас действительно есть собрание ломберных столов, столов для карточной игры с 18 века по 19. И изначально мы действительно хотели рассказать об этом феномене усадебной жизни, игры в карты. Потому что многие великие люди, великие дети русской культуры, писатели, они, так скажем, отдавали дань этой игре. Потом была идея «Историю русского фарфора». И в итоге мы как бы объединили эти две темы, поскольку и игры, и досуг владельцев, и коллекционирование, и фарфора в том числе, все это как бы являлось частью усадебного быта. Необычно в этой выставке и то, что она имеет эпиграф, часть которого послужила названием экспозиции. Это строчки из стихотворения Владимира Набокова, которые он посвятил своему родовому имению. Глаза прикрою и мгновенно, весь легкий, звонкий, весь стою, опять в гостиной незабвенной, в усадьбе, у себя, в раю. Хотелось подчеркнуть атмосферу, такую приглушенную, домашнюю атмосферу именно усадьбы. То есть вот этой вот среднепоместной усадьбе, в которой размеренно протекали жизнь владельцев. Несмотря на то, что у жителей загородных усадеб было немало различных хозяйственных и финансовых забот, они находили время для коллекционирования и встречи гостей, прогулок и верховой езды, чтения и музицирования. Русскую культуру 19-20 века без усадьбы вообще невозможно понять. Огромное количество литературных произведений, картин, музыкальных произведений создавалось в русских усадьбах. А сами усадьбы были очень разные. Были такие замечательные, как наши, хорошо построенные, добротные, сделанные шехтелем. А были обычные, ну, чуть больше рядового крестьянского дома. Не будем забывать, что кроме богатых усадеб, основу русской жизни, основу жизни русской провинции составляли именно обычные, простые дома. В планах создателей выставки в соседних помещениях Южного Флигеля сделать своеобразное продолжение экспозиции. Даже уже есть рабочее название – «Судьбы усадеб». В ней будет рассказано о том, что стало загородными имениями после Октябрьского переворота 1917 года. Что навеки утеряно, какие усадьбы превратились в музеи, а какие стали служить трудовому народу в качестве пансионатов, домов отдыха и прочих утилитарных зданий. Ждем продолжения. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok